Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это признак внешней угрозы Попытка помешать противнику сделать точный прогноз В военное время прогнозы погоды становятся государственной тайной Наверх отправлен доклад Ответ категоричен Не поддаваться на провокации Но когда с первых минут 22 июня связь с западными метеостанциями прекращается вовсе Всем становится ясно Война началась Эту войну в нашей стране назовут Великой Отечественной И на помощь Красной Армии придут географы О них редко вспоминали в мирное время Но на этой войне их знания станут особым видом оружия Без которого победа будет невозможна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 27 июня 1941 года Пятый день войны Рига горит от бомбежек гитлеровской авиации На улицах паника Бойцы 21-го моторизованного топографического отряда С трудом находят окружной склад военно-топографических карт Перед войной были сосредоточены огромнейшие запасы топографических карт вооруженных сил Общий запас составлял примерно 550 миллионов экземпляров Из них половина хранилась на складах топографической службы приграничных военных округов Советская военная доктрина гласила Воевать малой кровью на территории врага Отступление доктрина не предусматривала В случае войны солдаты должны были прибывать в приграничные районы И там получать карты из окружных складов Но карты просто не успели раздать Поэтому склады топографической службы в Минске и Риге были забиты Топографы с боем пробились из Каунаса Чтобы доставить в штаб Прибалтийского военного округа Материалы последних топографических съемок Но в штабе никто ничего сказать не может Связи с Москвой нет больше суток Нет и подробностей немецкого вторжения Ставшие бесполезными карты готовят к уничтожению Если они окажутся у врага Он получит важную информацию Но уничтожить склад – нелегкая задача Попробовали взрывать Взрывается, и эти листы карты разлетаются в разные стороны Во все стороны, все поляны, все кругом это картами заброшено Попробовали поджигать эти стопки связанные Когда они обуглились с боков, с края А сама карта сохранялась Прятали в колодец, ссыпали Просто колодцы засыпали картами Чтобы как-то уничтожить, чтобы не попали в руки противнику 27 июня бойцы 21-го топографического отряда На последнем эшелоне выбираются из Риги Уничтожить склад карт так и не удастся Он попадет в руки немцев Еще раньше вермахт захватит аналогичный склад в Минске Десятки миллионов листов советских топографических карт Станут трофеями врага Впрочем, если бы эти карты были вывезены вглубь страны От них не было бы никакой пользы Никто не собирался отступать вглубь страны Глубже там 300-300-500 километров Поэтому и карты создавались вот на эти рубежи Карты вглубь страны крупномасштабные 50 тысяч, 100 тысяч, даже 200 тысяч Сплошного покрытия не было 5 июля 41-го года командующий Западным фронтом маршал Семен Тимошенко Испытывал бессильную ярость По его приказу к месту сбора прибыло меньше половины танковых частей Причина проста У командного состава нет карт Потому блуждают целые танковые подразделения Без карты невозможно поставить задачу Невозможно провести целеуказания Невозможно организовать взаимодействие Отсутствие карт очень негативно повлияло на систему управления Красной Армии И наряду, конечно, с другими факторами Именно этим объясняются тяжкие поражения 41-го года О том времени командующий 10-й армией будущий маршал Советского Союза Филипп Голиков писал Имелось лишь два экземпляра карты Один находился у меня, другой у начальника штаба армии Были случаи, когда командиры управляли войсками вообще по школьным атласам Потому что ничего другого не было Обеспечить войска миллионной картой, конечно, можно Но по ней невозможно организовать бой там роты, батальона Хоть как-то худо-бедно, карты какие-то были во фронтах Какие-то карты были иногда в армиях А уже на командира дивизии тут никто не смотрел Вот у него мог быть, допустим, лист топографической карты А уже ниже у командиров не было ничего Воевать без карт невозможно Один из командиров стрелковой дивизии На просьбу корреспондента Красной Звезды Оценить значение топографической карты ответил Карта как воздух Закройте мне рот, задохнусь я один Отберите у меня карту Вместе со мной погибнут тысячи людей 10 июля 1941 года Гитлер в своей ставке по карте Отмечал стремительное продвижение вермахта по советской территории Фюрер был доволен Немецкие танковые колонны легко рассекали оборону Красной Армии Его генералы уверенно направляли бронированный удар вглубь СССР Накануне войны генеральный штаб вермахта Собрал все топографические карты территории России Изданные еще до революции 1917 года А также всевозможные атласы и справочники Все самолеты, которые летали, к примеру, в Москву, в Ленинград Там другие города Имели автосъемочное оборудование Эти карты используются немецкой разведкой Для создания обновления топографических карт И потом наши специалисты иногда удивлялись Где-то немцы получили такие данные, чтобы обновить карту По этим материалам были изданы карты Почти всей европейской части СССР В них можно было встретить неточности Но Блицкригу они не мешали Тем более было кому их исправлять Каждой германской танковой дивизии Имелось моторизованное картографическое отделение Фашистские войска готовились к нападению В положении они себя значительно облегчили тем, что они активно использовали наши советские карты, которые им достались в качестве трофеев По разным оценкам в руки к немцам попало в первые дни войны порядка 100 миллионов листов карт 30 июля 1941 года Только что назначенный начальник генерального штаба Красной Армии Борис Шапошников Принимает дела у своего предшественника Георгия Жукова По мнению Жукова, самая острая проблема в войсках как раз дефицит топографических карт Красная Армия не собиралась отступать Военные карты прорисованы лишь до линии Петрозаводск-Киев-Одесса К востоку от Днепра простирается огромное белое топографическое пятно Шапошников признает за собой вину Основываясь на советской военной доктрине, осенью 1939 года именно он Собственноручно отметил синим карандашом на рабочей карте начальника военно-топографического управления генштаба Марка Кудрявцева Где проводить топографическую и геодезическую съемку? Мне в свое время еще в советской удалось увидеть эту карту Районы указаны так, в сторону запада, это Берлин включительно В сторону востока линия проходит, она такая извилистая Это Смоленск, южнее Брянск, на север это немножко там восточнее Ленинграда Первые тяжелейшие месяцы войны эта карта, подписанная Шапошниковым, сыграла роль своеобразной охранной грамоты, как для самого Кудрявцева, так и для его подчиненных И даже такой момент, когда практически все управление западного военного округа в последующем фронта во главе с генералом Маром и Павловым было репрессировано И начальник штаба, все-все-все, так сказать, то начальника топографической службы не репрессировали Его вывезли в Москву и отправили служить на Памир По заданию генерального штаба в Институте географии Академии наук СССР известный ученый Иннокентий Герасимов собрал группу спецкартографирования В ней работали представители самых разных отраслей географических знаний Топографы, ландшафтоведы, гидрологи, почвоведы, геоботаники и геоморфологи 7 августа 1941 года, чтобы ликвидировать белое пятно в центре СССР, Государственный комитет обороны распоряжается Все силы бросить на картографирование внутренних районов страны, да Волги включительно 17 сентября 1941 года деревенские жители задержали диверсантов Те ходили с какими-то оптическими приборами и таскали за собой странную палку с куклой наверху Время от времени смотрели на эту жерть через трубу на треноге Советские патриоты их сдали в какие надо органы Там быстро разобрались Диверсанты оказались топографами, выполнявшими важное правительственное задание Этот документ, он интересный, подателю всего, лейтенанту Трофимовскому, значит, подателю всего Прошу командиров частей и соединений, приказываю руководителей местных советских организаций Прошу оказывать всяческую помощь в выполнении возложенного на него задания А какое задание возложено? Это все секретно, действительно, ходили с пистолетами Перед топографами стояла трудная, почти невыполнимая задача За полгода составить карты на обширные районы центра европейской части СССР И обеспечить ими войска действующей армии Такого опыта в мировой картографии еще не было Но топографов не хватает В Москве были уверены, война придет из Европы И отправили почти все военные топографические отряды в западные приграничные районы Готовить карты и геодезическую сеть Поэтому в начале войны полевые команды геодезистов оказались в зоне боевых действий В некоторых отрядах потери доходили до половины личного состава Погибло более тысячи солдат и сержантов геодезической службы И около 150 офицеров-топографов Это два годовых выпуска единственного в стране военно-топографического училища в Ленинграде Восполнить такие потери непросто Даже в военное время одного офицера-топографа нужно готовить три года Сержанта – 10 месяцев Для сравнения, танкиста обучали три месяца, летчика – полгода Топографы собирали с разных мест, всех, кто имел представление хотя бы о съемке Во-вторых, не хватало топографической техники Часть техники была потеряна в начальный период войны на западных рубежах Часть техники просто не хватало для такого количества Нужны были теодолиты, кипрегели, мерные ленты, буссоли В Москве, в Институте географии Академии наук, в Ленинграде, в фондах Всесоюзного географического общества Срочно подбирают карты, которые станут основой при выполнении государственного заказа Многие специалисты, члены географического общества, идут добровольцами в военно-топографические отряды В 41-м году сильные холода наступили уже в ноябре Но вопреки всем правилам мирного времени, топографы продолжали работу в поле От мороза и ветра у них слезились глаза Из-за застывшей смазки плохо вращался теодолит Оптика покрывалась инием Но к середине декабря все работы в поле завершились И уже через месяц в типографиях лежали первые миллионы карт И начиная с января 42-го года по март карты начали поступать в войска Острота была снята, войска получили новые карты С новым представлением рельефа, с новым представлением системы координат новой По которым было удобно производить целеуказания и вести огонь артиллерии 1 ноября 41-го года немецкие войска в 100 километрах от Москвы Многие, даже в руководстве, считают, что падение столицы неизбежно Но неожиданно Сталин решает провести 7 ноября военный парад на Красной площади Это вдохновит армию и защитников Москвы Войска вермахта понесли потери и пока не собираются наступать Беспокойство Верховного вызывает только вражеская авиация Она регулярно совершает дневные налеты Сирены воздушной тревоги воют по нескольку раз в сутки Но только за последнее время в результате бомбежек Повреждены здания ЦК партии на Старой площади, Большой театр и Центральный телеграф на улице Горького В Москве хорошая, солнечная, ясная погода Она может помешать планам В Кремль срочно вызван начальник главной авиационно-метеорологической станции Будущего гидромедцентра инженер-майор Аскар Кричак Ему поставлена задача составить прогноз погоды на 7 ноября Но в Москве всего 5 офицеров главной метеостанции Остальные в эвакуации За неделю они практически сообщили, что в день 7 ноября в Москве будет нелетная погода Которая позволит провести парад Все это время, пока шли подготовления к параду, погода была хорошая Мы можем предположить, какое нервное напряжение царило в главной авиационно-метеорологической станции 6 ноября вождь требует Дайте мне погоду на завтра Кричак понимает Если погода будет ясная, то следует ожидать налета вражеской авиации И парад в таком случае может не состояться Тогда понесут ответственность и те, кому было поручено дать погоды Ответ нужен как можно скорее Ученые в сопровождении офицера госбезопасности выходят на Красную площадь В небе мечутся прожектора зенита Они упираются в низкие, слоисто-дождевые облака Это признак того, что прогноз метеорологов сбывается В ближайшие часы можно ждать и снег, и метель, и нулевую видимость Можно смело докладывать, что погода будет нелетная В 7 утра из серых туч на Красную площадь повалил пушистый снег Мы не дрогнем вдвоем за столицу свою На вродная русла дорога Нерушимой силой обороны седой Раздравим, уничтожим врага За этот прогноз все фигуранты этого дела были представлены к ордену Красной Звезды С первого дня войны советская служба погоды стала работать для фронта Главное управление гидромедслужбы перешло в распоряжение Народного комиссариата обороны Метеорологи были призваны в армию Но советским синоптикам пришлось столкнуться с хорошо отлаженной немецкой машиной прогнозов погоды Ни одна из воюющих стран не затрачивала на метеорологические работы столько средств, сколько нацистская Германия У немцев была целая флотилия метеорологических судов Они заранее перевели своих метеорологов на военные рельсы Они заранее создали в каждом воздушном флоте по метеорологическому отряду такому специальному летающему Советские военачальники тоже быстро осознали реальную пользу метеорологии Точные и своевременные прогнозы нужны были как воздух Они могли стать мощным оружием в руках полководцев Иногда имело смысл перенести начало активных действий на фронте на один-два дня И использовать плохую погоду для сосредоточения сил А при первом же прояснении назначить бой, опираясь на мощную поддержку авиации Вот почему у немцев долгосрочные прогнозы были совершенно секретной информацией Советские метеорологи с первых дней войны оказались в крайне невыгодном положении По мере отступления наших войск вместе с оставленными городами Закрывались бесценные для синоптиков метеоточки Чем их меньше, тем сложнее составить точный прогноз Приходилось работать с неполными синоптическими картами На которых целые страны выглядели белыми пятнами Обрезанная карта Так во время войны их называли метеорологи Почему слово обрезанная? Потому что весь Запад обрезан был от информации Пустое место Приходилось, во-первых, эту информацию добывать То партизаны посылали, значит, информацию Разведка А начиная с 43-го года Десант с разведгруппами метеорологов Выбрасывали даже в глубокий тыл немцев На территорию стран Восточной Европы Там вся была Европа под фашистами Сразу засекретили всю эту информацию С начала войны метеорологические данные стали тщательно зашифровываться и в СССР Радио передавали специальным кодом Причем он был еще перекодирован Каждый день менялся по специальной таблице секретной Погода кодировалась цифрами В каждой группе было пять символов Раньше гидрометеорологи принимали погоду в виде международного кода И сразу в цифрах видели снег, дождь, град, солнце Теперь же необходимо было использовать секретные ключи Чтобы с их помощью расшифровывать погоду Это все очень усложняло процесс А в метеорологии важна оперативность На расшифровывание метеосводки дается считанные минуты Метеорологи дорожат данными с каждой метеостанции Будь это точка в Арктике, Сибири или на Кавказе Евгений Добрышман нес службу в Средней Азии Он обеспечивал метеопрогнозами перегон ленд-лизовских самолетов Из Ирана на фронт Окно выходило на крышу второго этажа И здесь, на этом месте, на этой крыше помещалась английская будка То есть будка, где находятся метеорологические наблюдения Которые должны вестись каждые два часа Большая часть северо-западных метеостанций страны оказалась под немцами Для метеорологов Ленинграда граница обрезанной карты проходила в нескольких километрах от города Поэтому они использовали любую возможность, чтобы ее дополнить Определяли цветность зорь Потому что народной приметой по цветности можно было определить, какая погода С помощью трассирующих пуль определяли высоту нижней кромки облаков Пуля летела, она видна была И вдруг она превращала светлое пятно Расплывчатое, и сначала входило в облако И путем геометрических расчетов определялась высота нижней области Для увеличения точности прогноза в Ленинградской геофизической обсерватории Поставили на поток производство радиозондов Они крепились к шарам, поднимались на высоту до 20 километров И передавали информацию, температуру, давление, влажность, скорость ветра Из разных слоев атмосферы Вот за время войны было запущено там 1500 радиозондов, почти два Во время блокады почти два радиозонда каждый день В начале войны точно предсказать погоду умели только на пять дней Повседневные действия войск нуждались в прогнозах на 2-4 часа И они делались легко Но для проведения крупных военных операций требовались прогнозы на 2-3 недели И наши метеорологи все увереннее предсказывали поведение погоды Войска хотели знать, что представляет собой местность, на которой предстоит действовать В Институт географии и на геофаке университетов бросились представители штабов всех уровней От полков и дивизий до корпусов и армий Но из Москвы и Ленинграда университеты и научные институты были эвакуированы В тыл отправились их сотрудники, архивы и библиотеки И тогда в Академии наук приняли решение Отменить эвакуацию Всесоюзного географического общества из Ленинграда С июня 1941 года в его штаб-квартире размещается эвакогоспиталь Но общество сохраняет за собой помещение библиотеки и архивы Они станут главным центром географических знаний блокадного Ленинграда Единственная библиотека, которая в городе посещалась военными И они использовали литературу Потому что сотрудники библиотеки по предварительным запросам подбирали литературу Требования самые разные Вот только часть запросов за одну неделю Карты фенологических наблюдений для Института географии Карты Швеции и Норвегии для наркомата ВМФ Данные за 100 лет колебания температур на Балтике Для гидрометслужбы Балтийского флота Рельефная карта Кавказа Выходя по требованию, я знаю, что в здании люди жили здесь Это действительно круглосуточно Здесь было и дежурство Осенью 1941 в Ленинград пришел голод Научные работники общества снабжались по нормам служащих 125 граммов хлеба в день Казалось, что работа библиотеки остановится Конечно, здесь страшные страницы, которые относятся к 1942 году Это самый тяжелый год для Ленинградца, для блокадного города И в этот год половина сотрудников общества погибли от голода В своих дневниках ученый-секретарь географического общества Фиксирует снаряды и бомбы, падающие вокруг здания Один снаряд разорвался на чердаке здания географического общества Осколки снаряда пробили потолок хранилища архива Их бросились спасать сотрудники общества и раненые солдаты из госпиталя Они перенесли этажом ниже в библиотеку огромное число рукописей И личные фонды великих русских географов и путешественников Семенова-Тяньшанского, Пржевальского, Миклуха-Маклая, Обручева, Вавилова В сентябре 1941 года, сразу после установления блокады В архив географического общества за срочной помощью Обратились гидрометеорологи Балтийского флота Накануне их вызвали в Смольный и задали неожиданные вопросы Когда Ладожское озеро покрывается льдом и целиком ли? Сколько времени уходит на образование льда такой толщины, Которая выдерживала бы движение автомашин? Ни на один вопрос у специалистов готовых ответов не было Но зато они есть в архиве и библиотеке Всесоюзного географического общества Там хранятся долговременные, с 1845 года, наблюдения за толщиной и температурой таяния льда А также информация о рельефе дна Ладожского озера И, конечно, использовать карты из фонда Молчанова В данном случае схема замерзания льда на Ладоге То, что Молчанов на протяжении многих лет изучал Замерзание и вскрытие льда на Ладожском озере Через две недели докладная записка гидрографической службы Балтийского флота Лежала в Смольном Она стала своего рода техническим проектом «Дороги жизни» В ночь на 16 ноября 1941 года по тонкому, неокрепшему льду Ладожского озера ехали лыжники С собой у них были только компас, немного еды в рюкзаках и санки с пешнями и двухметровыми шестами вехами Это были гидрографы Ладожской военной флотилии Каждый шаг по тонкому льду был шагом в неизвестности Моряки-гидрографы обходили трещины и промоины Пружинистая ледяная корка прогибалась под ногами и трещала Но каждую милю прорубали лунки, замеряли толщину льда, ставили вверх За двое суток они прошли 60 километров К утру 17 ноября трасса была обозначена, толщина льда нанесена на планшеты Маршрут будущей военно-автомобильной дороги номер 101 был проложен В ночь на 28 ноября по этой трассе с восточного берега Ладоги к Ленинграду вышли первые 100 груженных автомобилей Они шли сквозь снежную пургу и через несколько часов достигли противоположного берега Так началось движение по дороге жизни Эта дорога стала одной из главных целей для бомбардировщиков Люфтваффе Но глицеологи, специалисты по снегу и дам, отсоветовали установку зенитки на лед После нескольких залпов зенитное орудие просто ушло бы под воду Для размещения батарей ПВО гидрографы предложили многочисленные островки и отмели Где лед фактически лежал на промерзшем грунте Георгически работали люди ледовой трассы Водители машин сутками не покидали своих кабин Они знали, эти грузы нужны Ленинграду и фронту Только за первую неделю работы ледовой трассы утонуло 126 машин А за первую военную зиму около тысячи машин Сколько погибло водителей, неизвестно до сих пор Особенно опасно было ездить ночью Чтобы оставить себе хоть какой-то шанс на спасение Водители ездили с открытыми дверями Больше всего неприятностей доставляли трещины Если колеса автомобиля пробьют лед, льдины приподнимутся и разойдутся Ценой затонувших машин и людских жизней выяснилось, что трасса выдерживала движение автомобилей в среднем 15 дней После чего ведрологам на значительном удалении от нее приходилось прокладывать новую дорогу За зиму таких дорог было организовано с полсотни Это было очень короткое время, поэтому необходимо было найти очень прочный лед Прежде всего В январе по трассе могли передвигаться не только автомашины, но даже тяжелые танки КВ Это действительно была дорога жизни Она проработала 152 дня В Ленинград доставили 268 тысяч тонн продовольствия Мешка ржаной муки хватало на дневной паек для тысячи жителей Ленинграда Одна машина за рейс перевозила несколько десятков мешков Таких рейсов у водителя могло быть несколько в сутки По ледовой трассе было эвакуировано из города полмиллиона человек Приход весны ненамного облегчил жизнь в блокадном Ленинграде Еще 12 декабря 1941 года в городе не стало электричества Остановились почти все заводы и фабрики Замерли трамваи и троллейбусы Во всем городе погас свет Перестал работать водопровод Теперь к холоду и голоду добавились темнота и жажда Энергии единственной ТЭС хватало только для работы хлебозаводов и Смольного В августе 1942 года военный совет Ленинградского фронта Распорядился связать город с Волковской гидроэлектростанцией Часть линии электропередач должна пройти по льду Ладожского озера Все нужно сделать за 56 дней до начала ледостава Предстояло найти самый удобный путь и выявить наиболее благоприятный профиль дна для прокладки линий По старым еще дореволюционным картам, хранящимся в архиве Всесоюзного географического общества Гидрологи провели изыскание Взяли пробы грунта и измерили глубину Было предложено прокладывать подводную линию электропередач в самой узкой части озера Там глубина почти на всем протяжении не больше 10-13 метров В мирное время на укладку на дно 23 километров кабеля ушло бы около полугода Специалисты Ленэнерго, водолазы и гидрографы должны были справиться за два месяца Ладога коварна, внезапные штормы здесь сильнее, чем на море Гидрологи по несколько раз в день давали прогноз поведения водной стихии Кабель тянули холодными осенними ночами От берега до берега Не должно было быть ни малейшего отклонения в сторону Чтобы не привлекать внимание вражеских самолетов, запрещалось курить или зажигать огонь Но ночи ждали и немцы С наступлением темноты и под покровом тумана Десятки немецких катеров совершали набеги на советский берег в районе дороги жизни Гидрометеорологи точно спрогнозировали, когда их можно было ждать Такое же время знали и в штабе немецкой группировки И в необходимом пункте сосредоточили силы удара Ожидая, что вот-вот наступит туман Но раньше этого тумана прилетели советские самолеты Зная, где немцы будут концентрироваться перед туманом И немцы понесли значительный урон В сентябре удалось протянуть четыре нити силового кабеля Однако весь октябрь Ладогу штормило Тихая погода, по прогнозам гидрометеорологов Должна была на короткое время установиться только в конце месяца Пятую нитку пришлось прокладывать в последний день октября Не дожидаясь темноты Налет немецких юнгерсов был неожиданным Бомба попала в баржу Погибли 16 человек В том числе и капитан баржи Гидрограф Ивановский Но пятая нить силового кабеля была протянута Энергетическая блокада Ленинграда была прорвана Зимой 43-го электроснабжение блокадного города существенно улучшилось Заработали фабрики и заводы На фронт стало поступать все больше оружия и боеприпасов Зажегся свет в госпиталях и больницах Теперь каждая семья могла на 2 часа в день Включать лампочку мощностью в 40 ватт По городу пошли трамваи В условиях блокады для ленинградцев это было почти чудом К апрелю 42-го года наступление Красной Армии Начавшееся после победы под Москвой Выдохлось и остановилось Немцы были отброшены от советской столицы Но все чаще переходили в контрнаступление Тяжелое положение сложилось на Северо-Западном фронте Зима 41-42-го годов была исключительно снежной Весна обещала быть ранней и теплой Паводок грозил смыть оборонительные линии и склады Красной Армии Это было почти катастрофой для всего фронта Немцам оставалось бы просто наблюдать, как стихия уничтожает советские боевые порядки Положение спасли ленинградские гидрологи Они первыми увидели угрозу и срочно составили карту возможного подъема уровня воды в реках и озерах Карта была отправлена в войска И в течение нескольких недель все склады были передислоцированы Военные инженеры проложили и оборудовали новые пути подвоза боеприпасов А солдаты из вновь отрытых на возвышенностях окопов Наблюдали, как Паводок подбирается теперь уже к огневым точкам немцев Особый интерес гидрологов — малые реки Они коварны и непредсказуемы Худосочный ручеек, который танками преодолевается сходу После дождя может превратиться в ревущий поток Поэтому сеть малых рек на пути движения войск требует откомандования особого внимания Летом 1942-го готовилась Ржавская наступательная операция Малые речки и ручьи перед немецкой обороны советскому командованию не внушали никаких опасений Несмотря на то, что метеорологи обещали сильные осадки, был отдан приказ о наступлении Дожди шли непрерывно несколько дней Речки и ручьи вздулись и разлились И их быстрое форсирование стало невозможным Из 163 брошенных в наступление танков 73 завязли Наступательный порыв был утрачен Немцы били по застрявшим танкам не спеша прямой наводкой Это напоминало неразбериху лета 1941 года Командующие фронтами и армиями набили еще немало шишек, прежде чем усвоили простую истину Географические знания, сила и с этой силой лучше считаться Летом 1942-го фронтовая разведка захватила немецкие карты проходимости Изучив карты, гидрологи пришли к выводу Немцы страдают болотофобией Они даже в зимнее время разрешают движение танков по болотам Только если те промерзли на глубину не менее метра Но наши специалисты знают, на такую глубину болота никогда не замерзают И в январе 1943-го в ходе операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда Направление главного удара проходит через Синявинские болота и торфоразработки Расчеты гидрологов оказались верными Форсирование болот легкими и средними танками прошло без проблем Неожиданное их появление в тылу немцев опрокинуло оборону противника Кольцо блокады было прорвано Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова